Если вы запланировали себе активный отдых, отдых в горах, катание на лыжах, сноубордах, я как врач вас целиком и полностью поддерживаю в экологически чистых условиях, в условиях чистого горного воздуха. Увеличить уровень физической активности полезно всем. Это и повысит ваш иммунитет, и улучшит общее состояние организма, и поможет выйти из состояния депрессии, если она есть, улучшить активность мозговой деятельности и использовать это потом по своей профессии. Но! Тут важно понимать чувство меры. Потому что все-таки катание на лыжах, сноубордах и просто ходьба по пересеченной местности, по гористой местности, это достаточно жесткая физическая нагрузка. И если первых несколько дней у вас болят мышцы, крепатура вас может в чем-то остановить, суставы, как правило, болеть начинают очень поздно, когда в них уже развились явления артроза. До этого момента, пока нет жесткой боли, люди игнорируют состояние суставов. Они знают, как его оценить. Оценить легко и просто. Хруст в суставах выдает ваши суставы, как говорится, с головой. Их состояние. Хруст показывает, что вы давно уже не обеспечивали себе правильное питание своим суставам. И здесь важно правильно сочетать физическую нагрузку и восстановление. Большинство катающихся на лыжах, к сожалению, не знают, как это делать правильно. Они считают, что суставы восстановятся сами. Они смотрят в свой паспорт, но не в паспорт своих суставов. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. И подлинненький хруст в суставах легко может превратиться в боль в суставах. И возникают разные ситуации потом. Вы становитесь в очередь к ортопеду-травматологу. Не только с переломами, которые тоже возможны на склоне, но и с артрозами, с остеохондрозом позвоночника. И важно знать, как правильно восстанавливать суставы после. Вы знаете, 2-3 часа на склоне, это, во-первых, достаточно жесткая нагрузка, во-вторых, немножко надоедает. Да, склоны можно менять, можно использовать разную сложность трасс. Ну, зимний день, он короток. Что вы делаете остальное время? Просто отдыхаете, надеетесь на самовосстановление суставов. И можно активнее помочь. Для этого можно использовать различные водные процедуры. Ванны, бассейн, массажи. Которые помогут вам восстановить суставы быстрее. И вернуться на склон не с минусом, не с артрозом, а с плюсом. С хорошим состоянием суставов. Также ванны помогут вам доставить правильное питание к тем мышцам, к тем связкам, к тем суставам, которые были нагружены на склоне. И просто, в принципе, нагружены. Потому что офисный труд, это здорово. Но это, как правило, сидячая работа со статической нагрузкой на все суставы. Здесь вы можете добавить динамики. Но динамика, это тоже расход. Важно обеспечить правильное питание и правильную доставку. Доставку обеспечивают различные водные процедуры. Правильное питание, понимание основ правильного питания, обеспечит вам врач-диетолог, врач-системщик. Поэтому, если вы понимаете, что ваше здоровье, это ваше здоровье, это самая большая ваша ценность. И эту ценность беречь должны только вы сами. Другие вам могут только помочь, но при вашем желании. Вы на правильном пути. Если вы считаете, что авось пронесет, ну, я смотрел, статистика очень интересная. На склонах, при том, что с каждым годом человек приобретает все больше и больше умений кататься, на склоне крайне мало людей преклонного возраста. Есть люди среднего возраста. А доминирует молодежь. 25-30 лет. Да, у них еще генетический запас по суставам есть. Но этот генетический запас очень легко расходуется. И потом приходится участвовать в катании с гор только теоретически. По телевизору, по интернету. Если вы хотите практически достаточно долгое время использовать свои суставы на склонах гор и покорять еще ни один склон, ни одну вершину, контакты вы видите, вы можете по ним легко обратиться. А я это короткое видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения с приветом из Словакии. И подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Не забудьте поставить лайк и поделиться своими друзьями и знакомыми этим видео. Я думаю, что многим оно будет полезно. До новых встреч на моем канале.